В службу спасения Кустанайской области информация о подземных толчках на территорию Рудного стали поступать вчера в 11 часов вечера. Многие жители колебания приняли за взрыв на предприятии. Однако по информации областного департамента чрезвычайных ситуаций, никакого взрыва на предприятии акционерного общества ССГПО не было. В дальнейшем через Центр управления в кризисных ситуациях Комитета по чрезвычайным ситуациям проведено взаимодействие с сетью сейсмологических станций ГУ и сейсмологически опытная методическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования Республики Казахстан, которые подтвердили колебания на территории Кустанайской области. Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировала сейсмологическая опытная методическая экспедиция. Эпицентр был расположен во Улюкольском районе. Именно в этих местах подземные толчки ощущались больше. Землетрясение также почувствовали и жители Рудного. Здесь оно было оценено в 2 балла. Почувствовалось-то очень довольно-таки сильно, потому что и стекла перескнули, и у меня немножко даже стен колотнуло. Ну, потрясло хорошо, потому что у меня детская кровата стоит, она уже начаться стала. И вся мебель дома там, особенно по стеклам было видно. Своими ощущениями жители города активно делили в социальных сетях. Если одни отнеслись к происходящему с юмором, другие негодовали. Такое редкое для Кустанайской области событие объяснили в Институте сейсмологии. Как оказалось, землетрясение происходит не только в горной местности, как принято считать. Если вы территорию земного шарика посмотрите, где происходили сейсмические события, там тоже равнина. Тот же Иран возьмете, те же пустыни возьмете, те же океаны возьмете, где большинство сейсмических событий происходит. И потом в виде там уже вторичных факторов, кунами или чего-то другого, то есть это же происходит. Природное явление такого характера в Кустанайской области происходит не первый раз. В 2004 году вблизи Рудного было зафиксировано два сильных подземных точка. Еще одно землетрясение было зафиксировано и весной прошлого года. По словам специалистов, сейсмоактивность объясняется движением тектонических плит. Алексей Басарнов, Манарбеку Сколов, Зинара Абзирова, РТН.